Первое на тему удаленных подключений, получается мы поговорим про настройку настольных телефонов в удаленных сетях, используя SBC и используя стан подключения. Хотелось бы сразу сказать, что демонстрации сегодня у нас не будет, так как в моем случае я работаю с дому, у меня нет настольных телефонов здесь, я бы с удовольствием показал, как делать, а коллега, который ведет вебинары, в том числе в офисе, он не сможет нам показать. Если кто-то из коллег мог продемонстрировать, я бы может поделился правами, мы это сделали вместе. Ну так, давайте пройдемся по теории, если у кого будут вопросы, можно будет обсудить. Перед тем, как начать, нужно будет сказать, что данная презентация у нас получается будет продолжением презентации по настройке межсетевых экранов. Следовательно, у вас должен быть пройден Firewall Checker Test, порты должны быть на стороне сервера проброшены. Речь идет о порте HTTPS 5001 на TCP UDP протокол и порт 5090 TCP UDP, также когда речь будет идти о SBC. По настольным телефонам нам необходимо на стороне сервера иметь проброшенный порт 5060 и диапазон портов для RTP 9000 по 10999. Если в вашем случае будет использоваться TLS для регистрации, тогда вам необходимо будет пробросить также TLS-порт, который будет использоваться. Если по умолчанию стандартный SIP-порт у вас был 5060, то TLS-порт на стороне TES у вас будет 50601. Получается, всегда порт, который будет на стороне TES использоваться, это будет дефолтный SIP-порт, который вы добавили, плюс 1. Если вы выбрали, например, по умолчанию SIP-порт 80, допустим, 8060, тогда в вашем случае TLS будет 8061. Такая логика. Далее у вас должен быть действующий SSL-сертификат, который подписан доверенным центром. В нашем случае мы будем рассматривать стандартную процедуру, когда вы будете использовать 3CX FQDN. Следовательно, для 3CX FQDN уже у вас будет готовый SSL-сертификат от Letencrypt. Как результат, этот сертификат будет входить в прошивку ваших настольных телефонов, которые поддерживаются от 3CX. Лист поддерживаемых устройств указан на слайде, мы про них уже говорили на прошлой неделе. Это Funville, Grandstream, H-Tech, Polycom, SNOM и E-Link. И также вы должны убедиться, что на телефоне присутствует последняя поддерживаемая прошивка, так как в нашем случае прошивки предоставляются вендорами телефонов. Они тестируют в первую очередь настольные телефоны с нашей АТС и предоставляют нам прошивки, которые соответствуют функционалу и тестируются на доступные фичи с 3CX. В том числе должен использоваться шаблон поддерживаемый, так как этот шаблон также предоставляется вендорами и с этим шаблоном тестируется совместимость телефона с АТС. Высылаю вам ссылку в чате, где будет доступен лист поддержки прошивок. Вы их можете всегда скачать напрямую с нашего сайта. И если ваш телефон, скажем, использует другую прошивку, убедите, что именно прошивка, которая в этом листе добавлена. Далее для настройки стан телефонов вам нужно будет убедиться, что ваш SMTP сервер работает, так как SMTP сервер отправляет приветственное письмо и в приветственном письме будет находиться необходимая информация для настройки стан телефонов. Мы рассмотрим настройку с RPS, как настраивать удаленный телефон через стан из RPS, без ссылки и автонастройки, чтобы вы вручную ничего не водили в настольном телефоне, а именно через RPS. Ну и конечно же, когда речь идет о стан телефонах, необходимо вам будет также в удаленной сети, где будут находиться ваши телефоны. Если у вас будет более одного устройства за NAT, получается более одного устройства за одним и тем же внешним IP-адресом, у вас должен быть доступ к вашему firewall, чтобы пробросить определенные порты для SIP и для RTP на каждое ваше устройство. Мы также в деталях это рассмотрим. Когда речь идет о SBC, в первую очередь это будет программное обеспечение, которое вы установите на персональный компьютер. Это может быть также виртуальная машина с операционными системами Windows или же Linux. И оно будет находиться как ПК в одной и той же подсети с телефонами. Вы должны убедиться, что ОС будет именно поддерживаемо 3CX. И также ресурсы, которые выделены для вашего SBC, должны соответствовать ресурсам, которые указаны по ссылке. Давайте я вам ссылочку также высылаю. Hardware Recommendation. Здесь вы видите, какие ресурсы, на сколько пользователей. Получается, сколько у вас телефонов в одной и той же подсети. Они должны соответствовать ресурсам, которые указаны в гайде. SBC, система, куда установлен сам сервер, должна иметь статический локальный IP-адрес и проводное подключение. Wi-Fi мы не рекомендуем пользоваться, что есть нестабильность. Если у вас есть другие сетевые адаптеры на вашем SBC, пожалуйста, отключите их, чтобы не было проблемы с маршрутизацией. По преимуществам, если речь идет о настройке удаленных пользователей через стан, это, конечно же, сама настройка телефона. Пользователь должен будет ввести логин и пароль только на настольном телефоне. Получается, их легко добавлять. Вы, как администратор, создаете добавочный номер, добавляете MAC вашего настольного телефона в АТС и далее отправляете телефон вашему пользователю. Пользователь входит в сеть, телефон обратится к АТС, распознает внешний IP-адрес и успешно зарегистрировается. Получается, в этом случае статический внешний IP-адрес будет необязательным. Если же сравнивать с SBC, у SBC будет, конечно же, большой плюс, так как не нужно будет пробрасывать никакие порты. Следовательно, проблемы с CPLG у вас будут сразу отпадать. Никакие экстра настройки в плане безопасности вам также учитывать не стоит, так как SBC будет подключаться через один порт на АТС. Этот канал можно будет шифровать у вас. Помимо инкапсуляции, то что все у вас, звук и сигнализация будут заворачиваться в один порт 5090 и еще это все у вас будет шифроваться. Получается, порты никакие пробрасывать не нужно на Firewall, так как именно ваш SBC будет регистрироваться на сервер и проблемности вы намного меньше, если сравнивать со STAN. В то время как, используя STAN, вам нужно будет вручную настроить добавочный номер ввести в АТС, далее пробросить диапазоны портов для каждого телефона, если они за одним и тем же внешним IP-адресом. Если же касаемо безопасности вам нужно будет шифровать звонки, TLS и саму аудио, еще одни настройки отдельно в самом телефоне нужно будет это уже вручную ставить, так как на самой АТС нет таких возможностей на текущий момент, чтобы шифровать звук, готовый с шаблоном и сигнализацию. Ну и конечно же на самом Firewall, где будет находиться ваш телефон в той сети, нужно будет отключать SIP LG. Как добавить STAN устройства на стороне ТЭС? Зайдете в добавочный номер, именно ваше устройство. Здесь вы введете модель, выберете шаблон конечно же телефона, шаблон по марке модели, введете MAC-адрес и укажете порты. Порты, которые будут указаны на стороне ТЭС, будут именно локальные удаленные порты. Так как вы это настраиваете на АТС, АТС когда создаст конфигурационный файл в момент автонастройки, те порты, которые вы указали на АТС, именно станут локальными портами вашего настольного телефона в той сети, где он будет находиться. Не стоит путать эти порты и пробрасывать их именно на стороне сервера. Обратите внимание, что диапазон портов у вас начнется с 14 тысяч, и для каждого телефона диапазон портов для аудио, я говорил про аудио, когда 14 тысяч, диапазон портов для аудио будет 14 тысяч по 14 тысяч 19. Получается это для первого телефона 20 портов на каждое IP-устройство за одним и тем же внешним IP-адресом. Также вы должны учесть момент уникального порта SIP. По умолчанию порт будет 5065, вы можете сбить его на тот порт, который еще не занят вашим файлолом. Выберите нужный порт и следующее, другое устройство, которое у вас есть, увеличьте на один. Допустим, вот как в примере у нас, первое устройство за одним и тем же внешним IP-адресом будет иметь порт 5065 SIP и диапазон портов RTP 14 тысяч по 14 тысяч 20. Другой диапазон RTP портов 14 тысяч 20 по 14 тысяч 39 и SIP 5066. Здесь важно также, чтобы ваш настольный телефон имел статический локальный IP-адрес. Для того, чтобы вы смогли пробросить порты на вашем файлоле, вы укажете, что если приходит статизация степенья на устройство на порт 5065, чтобы 5065 именно отправлялся на добавочный номер 100, допустим, который будет находиться за статическим локальным IP-адресом. 162, 192, 168, 10 и 2. За второй телефон должен быть использовать, конечно же, другой статический IP-адрес и так далее. Чтобы не было у вас проблем с BLF-клавишами, которые вы настраиваете на настольных телефонов и так далее, все эти порты статически должны будут быть проброшены. Также важный момент, когда вы настраиваете удаленные телефоны, стан, вы должны в параметрах вашего добавочного номера разрешить регистрацию с публичных IP-адресов. Следовательно, настройка запретить подключение за пределами локальной сети должна быть отключена. АТС, кстати, вам уведомление покажет, как только вы выберете стан телефон, следовательно, вы должны будете эту настройку отключить. Для тех, кто не знает, что такое стан, стан это протокол, расшифровывается как Session Traversal Utility for NAT. Получается, этот протокол будет использовать ваши настольные телефоны, и они будут обращаться к IP-адресу, который указан будет в настройке, чтобы определить свой внешний IP-адрес и порт, за которым они находятся. Получается, запрос будет отправлен от телефона на АТС. АТС увидит, откуда приходит запрос и ответит телефону с внешним IP-адресом, откуда пришел запрос, и также с порта. Далее телефон, зная эту информацию, будет использовать ее и зарегистрируется уже на АТС. И тут вам нужно будет убедиться, что то сообщение, которое будет отправлено от телефона на ваш firewall, никак не изменилось, так как АТС просто-напросто зарегистрирует. Если вся информация была корректная, имею в виду логин и пароль, АТС регистрирует, далее будет отправлять, поддерживать сигнализацию с тем IP-адресом и портом. Как только телефон, который вы зарегистрируете как стан, включится, если он уже был добавлен на стороне АТС как стан, вы увидите приветственное окно такое, которое попросит пользователя телефона ввести его логин и пароль. В этом случае логин и пароль, логин будет его добавочный номер внутренний, допустим 100, 200 и так далее, а пароль будет код вашей голосовой почты. Следовательно, голосовая почта на телефоне должна быть включена. Из-за этого, когда вы отправляете приветственное письмо, в приветственном письме будет находиться эта информация, ваш добавочный номер и пин-код голосовой почты. У кого-то может возник вопрос, как телефон будет знать вообще, что такое АТС, если он сбросился на заводские настройки. У телефонов есть следующая логика, именно в этих прошивках будет встроена, которые поддерживаются 3CX, что если телефон сбрасывается на заводскую настройку, как только телефон входит в сеть, он обращается к своему RPS серверу. RPS сервер содержит базу данных с MAC адресами всех устройств, которые вендор создает. Так вот, если же происходит матч, совпадение MAC адреса и АТС системы, тогда RPS сервер предоставит URL. Если вы добавите добавочный номер с STAN и введете MAC адрес и нажмете ОК, вы увидите, что АТС отправит специальный запрос на сервер RPS. Так он будет писаться. RPS request send. Если он был отправлен удачно, RPS сервер ответил, тогда увидите successfully. Если же нет, у вас прямо в консоли управления, в event log появится ошибка какая-то. Так вот, как только вы добавили телефон в добавочный номер, АТС сразу же отправляет на RPS сервер этот MAC адрес и говорит RPS серверу, что если телефон войдет в сеть, должна быть ссылка RPS именно на нас, чтобы RPS просто-напросто переадресовал запрос уже телефона на сервер. Да, и что произойдет в телефоне получается? Пока что есть ссылка, она не полная, не автонастройки, а ссылка для обращения и получения самой ссылки автонастройки. И когда телефон получает эту ссылку от RPS сервера и далее уже обращается на АТС, у него появляется окно, где он должен ввести логин и пароль. То, что было на предыдущем слайде, появляется вот это окно, где вводятся логин и пароль. Если же логин и пароль вводятся корректно, АТС в реальном времени сгенерирует конфигурационный файл для телефона и отправит его через HTTPS порт на само устройство. Получается, из-за этого вам нужно будет, чтобы на стороне АТС порт 5001 был открыт и использовался доверенный SSL сертификат на самом устройстве и на сервере. Получается, телефон должен знать про такой сертификат и АТС в том числе. Если все успешно, конфигурационный файл отправится на настольный телефон. Далее настольный телефон будет иметь информацию нужную для регистрации и сможет зарегистрироваться на АТС. Пару слов про стан и проблемы, которые часто могут возникать. В первую очередь это CPLG. Обязательно его нужно отключить. Пробросить все порты на удаленном файлоле в сети, где будут находиться ваши телефоны, чтобы также не было одностороннего аудио. И нужные пакеты были направлены до нужного АП телефона. Ну и конечно же включите настройку, проксировку аудиопотоков для устройств, которые будут зарегистрированы как стан. Для чего? Для того, чтобы весь аудио проксировался напрямую через АТС, а не находился в удаленной сети. Так как и файрволы напрямую не смогут. Вы не сможете с одного телефона на второй позвонить, чтобы ваш файрвол это разрешил. По умолчанию такой трафик должен блокироваться. Если он не будет отправлен на ТС, а будет напрямую из сети выходить и заново заходить, файрвол должен заблокировать такой трафик в вашем случае. И проектировка аудиопотока, в общем, исключит эту проблему. Касаемо CPLG, это будет проще, простой вариант в плане настройки. Вы создадите транк. Зайдете в транке, создадите именно в транках SBC. Вся необходимая информация будет доступна прямо в консоли. Это ссылка и веб URL, которую вы должны будете вставить в самом SBC. Далее будет указан ключ аффентикации, authentication key ID. И будет указана далее информация. Эту информацию вы вставите в ваш SBC. И получается произойдет то же самое. Будет сгенерирована настройка для вашего SBC. И отправлена на персональный компьютер, на сервер, на виртуальную машину, где будет находиться ваш SBC. Так вот выглядит консоль управления самого SBC, если вы установите его на Windows системе. Здесь будет ссылочка, куда вы должны в принципе вставить. И внизу будет ключ аффентикации. Только вы добавите SBC в ATS, и он успешно зарегистрировается. В консоли управления вы сможете увидеть зеленую иконку, что ваш SBC успешно зарегистрировался. Более того, вы сможете его открыть, данный именно SBC, и в нем будет много полезной информации. С новыми версиями SBC приложения стала доступна возможность его обновлять напрямую через консоль управления ATS. Получается, если выйдет новое обновление SBC, вам не нужно будет уже заходить на ваш сервер, где установлен SBC или персональный компьютер. Прямо через консоль управления у вас придет уведомление, что доступна новая версия SBC клиента. И вы через ATS можете выбрать данный SBC и вот так его обновить. Если вы откроете сам SBC, у вас будет информация по статистике. Если он доступен, его версия детальная. Увидите телефоны, сколько их зарегистрировано. Также на стройках вы можете изменить безопасность, включить отказоустойчивость и изменить журнализирование на самом SBC клиенте. Получается, SBC будет производить логирование и они будут сохраняться локально на том компьютере, где оно установлено. Windows или Linux. И это журнализирование можно будет вообще отключать полностью. Включать его подробное журнализирование, если происходят неприятности, какие-то сообщения доставляются. Когда нужно будет обращаться к техподдержке, мы всегда будем просить вас включать именно этот уровень подробный, чтобы изучить все логи. Логи будут включаться именно отсюда. После того, как вы примените настройку новой конфигурации, вы должны будете ее обновить. Обычно SBC, как только новая конфигурация была включена, у вас на стороне сервера будет уведомление, что необходимо перезапустить сервис SBC, чтобы новые настройки вступили в силу. И SBC, получается, при перезагрузке обратится в АТС, получит новую файл конфигурации и уже наступит в силу. Далее, как только SBC был добавлен, у вас зарегистрирован, и вы включите телефон ваш, получается, мы уже сказали, что телефон должен находиться в одной и той же сети, где SBC и под сети. И телефон, в общем, у вас должен отобразиться в АТС, как новое устройство. Получается, что произойдет, как сработает данный механизм, будет идти запрос от самого настольного телефона. Мультикасс запрос. Как мы уже говорили, когда настольные телефоны, которые вы настраиваете, если они находятся в одной и той же локальной сети с АТС, телефон на заводских настройках отправляет мультикасс запрос. И в этот момент, когда отправляется мультикасс запрос, АТС, у него есть сервис, который именно слушает на все эти запросы. И как только приходит запрос от телефона, мультикасс, сообщение, оно его начинает отображать в консоли. Получается, АТС будет знать про модели определенных устройств, плюс у нее есть прошивки поддерживаемые, и шаблон готовый, и АТС сразу отобразит ваше устройство. Более того, здесь будет указана даже прошивка самого телефона, будет указан его MAC-адрес. И если же у вас локальный телефон, у вас будет просто локальный IP-адрес. Так как в нашем случае у вас будет установлена SBC, получается, она будет именно посередине находиться, она уже зарегистрирована с АТС. Есть туннель, который общается с сервером, и телефон для телефона в этом случае будет именно SBC как сервер. Получается, SBC слушает весь трафик, телефон отправляет, далее SBC через туннель перенаправляет трафик на сервер, и вся эта информация отображается у вас в АТС. Здесь вы увидите даже IP-адрес локального вашего SBC плюс порт, а IP-адрес локального вашего устройства плюс порт, через который он обращается к SBC. Ну, в принципе, все. По теории, коллеги, пожалуйста, вопросы о том, что мы сказали по настройке. Кто-нибудь вообще настраивал телефоны через стан, и если в вашем случае настраивали через RPS, получалось или пока что нет, может SBC, пожалуйста, хотелось бы слышать ваши комментарии. Это был наш последний слайд. Спасибо за вопрос. SBC, 3CX работает на недорогом ARM Linux компьютере Raspberry Pi, это актуально? Да, в принципе, у нас для ARM процессоров именно поддерживаются для Raspberry Pi. Да, очень актуально, на самом деле. Для небольшого офиса это отличное решение. Кстати, говоря про Raspberry Pi, если же речь идет о Raspberry Pi 4 версии, тогда за одним SBC, вот по ссылке, то, что я вам скидывал последней, там это указывается, вы можете зарегистрировать 50 добавочных номеров. У них будет ограничение касаемо BLF-клавиш, получается, вы не можете на устройство зарегистрировать более чем 10 BLF, так как для каждого BLF будет генерироваться, сами можете понять, да, отдельный SIP-сообщение, следовательно, АТС в реальном времени должна будет отправлять все обновления для этих SBC, для этих BLF-клавиш, в том числе и телефон, отправляя в первую очередь на ТЭС, далее уже ТЭС генерирует и отправляет на сам телефон, что это отдельная трафика, отдельная нагрузка на сам SBC, и вот для Raspberry Pi такое ограничение. 50 добавочных номеров за одним SBC и максимум до 64 одновременных звонков у вас может быть всего лишь за одним SBC. Если же речь идет о большем устройстве, тогда вам нужно убедиться, что читается процессор, как мы указали, скажем, если у вас больше, до 100 добавочных номеров, и стандартный процессор, это Intel, а с теми у вас должен быть минимум 4 ядра и минимум 2 гигабайта оперативной памяти, если в вашем случае используется Debian Linux, если же это Windows установили вы в вашей SBC, тогда 4 ядра и 4 гигабайта оперативной памяти, это еще раз 100 добавочных номеров. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Денис, рекомендую попробовать в момент, когда у нас будут проходить вебинары, да, если появятся вопросы, вот будет идеальный момент ответить на них и, возможно, решить, если вы столкнулись с какими-то проблемами. Одну минутку я с вами поделюсь консолью управления, чтобы показать по настройкам, про которые мы сказали. По стандартным настройкам ваших стан телефонов, что вы сделаете, вы создадите добавочный номер, далее будет указано, вы выберете шаблон, давайте мы выберем, в моем случае, какой-нибудь телефон, пусть, скажем, будет у нас сном. Введем его MAC-адрес, должно быть 12 цифр, букв, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее вам нужно будет выбирать способ настройки, он должен быть встан, сразу выходит сообщение, что нужно будет отключить специальную настройку, да. Обратите внимание, сразу ссылочка у вас изменилась с HTTP на HTTPS, да, если это локально у вас была HTTP ссылка на автонастройки, на удаленная, сразу меняется на FKDN и HTTPS. После уже идет для каждого вендора отдельная настройка, да, в эту, кстати, ссылку всегда можете вставить в телефон или же создать файл конфигурационный напрямую, вставив ее вот в знак адрес, в ваш тап и посмотреть, что ATS ее генерирует в реальном времени. Далее, про порты мы, которые говорили, уникальные порты для вашего телефона, они будут локальные порты в удаленной сети, вот они меняются прямо здесь. Видим, что идет по умолчанию 50-65, первый порт и диапазон портов 20. Для каждого телефона нужно будет вручную их поменять, ATS не будет знать этого, да, следовательно вы должны это будете сделать вручную. Может кто-то скажет, а я вот никогда это не делал вручную и все у меня работает. Получается, если у вас все работает, эти порты будут игнорироваться просто. И какие будут порты телефон, будут регистрироваться? Рандомные порты, те, которые будет ваш файл выделять для этого устройства. Вот проблема может быть в другом, проблема может быть в том, что ваш файл, именно ваш NAT, как долго он будет это соединение держать, да, именно для этого порта. Может он его будет держать некоторое время, может он его просто-напросто отрубит, да, через некоторое время. И вы, как администратор, об этом даже знать не будете и узнаете только, когда возникнет проблема, да. Чтобы этих проблем не было, это все должно быть вручную проброшенным. Совершенно верно, Денис, порты не должны пересекаться, если у вас устройство за одним и тем же внешним IP-адресом. Давайте я перейду к скриншоту, где мы говорили, что вот скриншот, у вас удаленная сеть. И те IP-адреса, внешние ваши, получается, у вас будут локальные IP-адреса, если не за Mac, но внешний будет один и тот же. Если же эти ваши устройства за одним и тем же внешним IP, тогда порты не должны пересекаться. Если же другой IP-адрес, тогда здесь разницы нет. И также разницы нет, если у вас всего лишь одно устройство за одним и тем же внешним файл. Тогда не нужно ничего выделять. Конечно, в идеале хотя бы один телефон можно будет пробросить, чтобы убедиться, что вас жена тысячу раз отправляет запросы на корректное устройство. Потому что на практике реально часто у пользователей частые проблемы. А вот у нас все работало, вышла новая версия, что-то перестало работать. На тест в этом плане ничего не меняется. Если изменится в прошивке, то это вендор что-то изменил. Если, может, у вас прошивка на файрволе вышла, или вообще просто там у вас за файрволом очень много всего происходит, и он просто выделяет рандомные эти порты, сталкиваетесь вы с такой проблемой. Здесь выделяется на стороне тест, получается, для шаблона тест генерирует эти вот порты. Далее эти порты вы просто-напросто пробросите уже на файрволе и будете спокойно, так сказать, спать, чтобы все у вас работало. Так, это то, что касается портов. Далее, в параметрах нужно будет отключить настройку, запретить подключение с публичной сети. Пожалуйста, не стоит путать эту настройку с вашим SBC или с 3CX клиентами, которые у вас есть. Очень важно в плане безопасности, получается. Если же настройка отключена, тогда на тест может зарегистрироваться телефон с внешним публичным IP-адресом. И еще момент, про который мы говорили, если у вас телефоны будут находиться зарегистрированы как стан, вам нужно будет еще включить настройку проксирования аудио через АТС. Вот эту галочку нужно будет поставить для каждого добавочного номера. После того, как вы все это настроили и нажали ОК, хотел вам показать этот момент, в главном окне АТС должна будет отправить RP-запрос на сервер вендора. Обратите внимание, в моем случае ошибка какая-то, пишется, что RPS request sent not delivered. По какой-то причине он не был отправлен. Получается, теперь если телефон войдет в сеть, скажем, а у телефона будет тот MAC-адрес, который я ввел, конечно же он не действительный. Возможно, есть умная проверка на этом сервере. Ну, в общем, вот как результат, телефон не будет знать про автонастройку. Вот так это работает. А в принципе, вы всегда сможете проверить, если АТС генерирует в реальном времени файл конфигурации, да, как это можно будет сделать. Зайдете в автонастройку, скопируете ссылочку вот эту вот, скажем, в моем случае это сном. В сноме видим, что идет CFG MAC-адрес. Вместо MAC-адреса я вставлю вот свой MAC, который у меня указан в добавочном номере. Давайте попробуем, нажмем Enter. Вот мы видим, АТС генерирует файл конфигурации. Можем его открыть и посмотреть. В реальном времени был создан файл PhoneBook Settings, ссылка напрямую на телефонную книгу, да, все, что у меня в АТС указано. Ну, в общем, все, что касается шаблона, который есть в консоли управления. Для тех, кто не знаком, давайте еще открою консоль. Как это вообще посмотреть? Откроем консоль управления. В параметрах вот у вас есть шаблоны. В моем случае использовался сном. Кстати, вот все модели снома, которые есть, на основе вот этого шаблона и было сгенерировано, сгенерирован файл конфигурации. Вот этот файл. Так, что еще бы вам показать? Это у меня был сном. Если открою другой телефон, у меня здесь есть e-link. Обратите внимание, что ссылочка на e-link будет отличаться. Видите, здесь чуть она другая. Ну, в принципе, идея та же самая будет. Если я скопирую весь путь, введу MAC-адрес. Для e-link будет файл. Называется, получается, вы введете MAC-адрес и укажете CFG. Видим, скачивается файл уже для e-link телефона. Он у нас немножко отличается. Давайте мы его тоже можем посмотреть. Так выглядит конфигурационный файл для e-link телефона. Так вот, если вы галочку, которая указывается вот здесь, не отключите, этот запрос просто-напросто у вас не пройдет. Смотрите, можно будет попробовать снова. Вот была ссылка для сном устройства. Если я сейчас ее вставлю. Нет, это для регистрации именно этот момент не пройдет. Так бы у вас не прошло, запрос бы не прошел, если бы у меня порт на стороне ATS 5001 был бы закрыт. Не 5001, в моем случае даже без порта 5001, 443. Тогда данный бы запрос не прошел. Также он мог бы не сработать, если была бы проблема с HTTPS сертификатом. Еще один момент касаемо настольных телефонов. Вот интересный момент. В параметрах, в настройках безопасности, и именно в IT-хакинг окне, в самом низу у вас есть вот такая вот настройка, которая называется SSL Secured SIP, транспорт и алгоритмы шифрования. По умолчанию галочка будет включена. И данная галочка именно применяется к настольным телефонам, которые используют алгоритмы шифрования версии TLS 1.2. Следовательно, если же ваш телефон не поддерживает версию TLS 1.2, и телефон, скажем, устаревший, он просто-напросто не сможет зарегистрироваться на TES. На TES будет отдельный момент проверки TLS. Какие телефоны пользуются? Есть некоторые телефоны, которые даже поддерживаются, но они, кажется, устарели. Вы всегда можете посмотреть на нашем сайте, какие устройства, если у них есть какие-то ограничения. Вот, например, если мы зайдем в IP-supported phones и выберем, скажем, Legacy phones, которые уже у них поддержки нет. Ну, в принципе, вы их можете использовать, даже регистрировать как внешнее устройство. Ну, допустим, мы выберем SNOM Series 3. Некоторые телефоны даже не выпускаются. Обратите внимание, и вот здесь, в самом низу, limitations, да, non-limitations, ограничения, которые у модели, которые вышли end-of-life, да, модель, допустим, 320, 360, 390, указано, что они не поддерживают incompatible with security, self-transport and cipher settings. Получается, не пишется, что телефон нельзя зарегистрировать как стан. Да, телефон будет работать как стан, вы можете его зарегистрировать, даже как SBC вы сможете его зарегистрировать, но здесь проблема в другом. Здесь проблема в том, что если вот эта настройка у вас будет включена, вот, что бы вы ни делали, да, телефон не зарегистрируется. Вот, отключайте эту настройку, и все у вас будет работать. Все, коллеги, у меня, в принципе, все по демонстрации. Пожалуйста, вопросы, или мы приступим еще к одной презентации, которая осталась по общим пользователям, общим IP-телефонам, правильно.